Привет, друзья! У нас сегодня вторая попытка общения с Максимом, потому что мы записали несколько дней назад видео, и плохое качество получилось связи. В общем, сегодня перезаписываем, потому что видео ценное. Максим живет в Австрии, я живу в Нью-Йорке, я сейчас позадаю ему вопросы о его эмиграции, и потом вы видео это увидите у меня на канале «Русская Америка». Привет, Максим, как меня слышно? Да, здравствуйте, Юрий, слышно? Хорошо? Вот, ну тебе придется немножко повторить о том, что ты рассказывал. Значит, ты уехал в каком году, откуда? Да, уехал я в 2008 году из Украины. В то время я был молодой зеленый специалист, и совершенно случайно получилось так, что попал я именно в Австрию. То есть я особо не думал, не гадал, не планировал, но судьба так сложилась, что получилось пройти интервью в известную австрийскую компанию, и приехал я в Австрию по рабочей визе, которая к тому моменту только, ну, фактически только открыли они программу «Рабочая виза», так называемая «Ротвайс Ротекарте», и по этой программе я приехал. А ты работал в этой специальности в Украине, да? Да, я был, да, я программист по образованию, по специальности. Два года я проработал в Украине, и на тот момент я был 24-летний, совершенно зеленый специалист. Ну, как-то так, можно сказать, везение, не везение, но получилось найти работу в Австрии. Сейчас ты уже, получается, живешь сколько это? Да, вот уже 9 лет. 9 лет, да. 9 лет, и ты говоришь о немецком языке, да, я так понимаю? Ну, да, на довольно хорошем уровне. Не идеально, конечно. Ты занимался, ходил, учил его? Нет, у меня так получается, что во всех компаниях, в которых я работал в Австрии, нигде мне немецкий язык не был нужен. Везде я разговариваю на английском языке, потому что все мои компании — это международные крупные компании, в которых в основном контингент иностранцы. Поэтому немецкий язык я учил постольку-поскольку. Слово там, слово здесь, особо ни на какие курсы не ходил. Только в самом начале ходил, я помню, на самый первый курс, на самый базовый курс. А потом, просто читая книги, смотря передачи, выучил немецкий на уровне... Потихоньку, понятно. Хорошо. Скажи, сколько программист в среднем зарабатывает в Австрии? Конечно, программист — это понятие растяжимое. Но возьмем какой-нибудь более-менее вменяемого специалиста, возьмем 5 лет опыта. Я бы сказал, что зарплата будет в районе 50-60 тысяч евро в год, но это до налогов. Налоги — это отдельная тема в Австрии довольно... Сколько налоги? Я из трех человек и заработок 60 тысяч. Сколько налоги было? Около 30% зарплаты съедают налоги. То есть остается не так много? Не так много остается, но нужно сказать, что эти налоги, они идут на очень хорошие дела, на социальный пакет, который в Австрии, нужно сказать, не сравним с Америкой, например. Например, вся страховка, вся семья покрыта страховкой на ваши налоги и большое количество социальных вещей, которые, может быть, в Америке не принято считать бесплатными, в Австрии — бесплатные. На хорошем уровне, да? Да. Ну, я думаю, вы знаете, что Австрия является одной из зажиточных стран Европы, и медицина, образование — все здесь на высоком уровне. Я был в Вене несколько лет назад, уже отсюда из Америки летал туда, я, конечно, был поражен. Первый раз, на самом деле, попал в Вену, и поражен был чистотой на улицах, аккуратностью. В Америке, в Нью-Йорке, во всяком случае, такого точно нету. То есть, что не тратится, да, это тратится за счет налогов. И у тебя мышление, я уже вижу, европейское. Вот если бы тебя в Украине спросили, куда тратятся деньги, которые на налоги, ты бы сказал на разворовывание чиновниками, да? Скорее всего. Ну, и так же, как и в России. А здесь все-таки они действительно тратятся по делу. Вот. Ну, на самом деле, на самом деле, у меня двое детей, и я, если бы мне нужно было бы платить за все то, что я, как бы, со своими детьми делаю, то есть, я уже многократно был в больницах, был, мои дети ходят в садики, в школы, и все это, все это, можно сказать, бесплатно. Конечно, это не бесплатно, все это идет с налогов трудящихся, но, как бы, отдельно человек за это не платит. Садик реально не надо платить, да? В садике вы платите только за еду. Это около 100 евро в месяц за еду. В Америке нет садиков бесплатно. Здесь вот мы платим, у меня дочка, 960 долларов каждый день. Да, ну вот про это я и говорю, что налоги идут на... Ты, как бы, чувствуешь, что эти налоги не уходят в никуда. Понятно. Ну, это большой плюс. Большой плюс. Скажи, вот, прожив уже 9 лет, ты обзавелся собственным жильем или ты его снимаешь? Да, первые 7 лет я снимал несколько различных, в разных районах Вены я снимал квартиры, и последние 2 года я живу в своем собственном доме. Ну, это не целый дом, это то, что в Америке называется таунхаус, то есть часть дома. В моем случае это половина дома. Половина дома немножко за Веной, 10 километров от Вены у меня. Ну, и получается, какие условия для ипотеки? Какой первый взнос, какой процент? Ну, особо не отличается от американского. Первый взнос желательно, чтобы было около 20% суммы. И проценты на... Я брал кредит в конце 2015-го, в начале 2016-го, сейчас у нас 2018-го, но процент особо не изменился, около полутора процентов годовых. Отличается, у вас лучше. Да, но этот процент немножко прыгает, я даже знаю, что в прошлом году он даже падал до одного процента. В прошлом году даже до одного процента он падал, но вот полтора процента – это плавающий процент, то есть он зависит от коэффициента Ой-Ребор, который называется. Если вы хотите фиксированный процент, он будет около двух процентов. Ну, здесь в два раза больше. Здесь 4,5, например, на стройку, мы сейчас тоже тут решили с женой строить дом, и здесь 4,5% в долларах, и, да, 20% нужно первый взнос. Можно найти банк, где можно 5% первый взнос, ну, значит, процент будет больше. Ну, точно так же и здесь, да. Если не бывает. Понятно. Как вот общение у тебя складывается? У тебя русский круг общения? Ну, русскоговорящий я, украинскоговорящий, да? Либо все-таки есть кто-то иностранцы, или немцы, или иностранцы, которые работают в Амске? Ну, как я говорил, уже все мои работы, на которых я работал, все вокруг меня фактически были иностранцами. То есть на всех фирмах... Ну, я за работой, вот как бы хочу именно... Да, да, ну, конечно, одно дело, одно дело это работа. Я сейчас работаю в очень крупной международной организации, где австрийцев очень, на самом деле, там можно видеть представителей практически всех национальностей земли. Если брать за работой, то, конечно же, у нас есть некий круг, русскоязычный круг общения, который сформировался еще со времен, когда мой первый ребенок ходил в русский садик в Вене. И в тот момент как раз как-то сформировался такой круг, который мы поддерживаем до сегодняшнего дня. Кроме того, конечно же, есть круг общения местный. Это вот он уже начинает формироваться, когда мы... после того, как мы приехали сюда, потому что вокруг меня соседи. Здесь якобы нахожусь на границе... ну, Вена вообще находится на границе со Словакией и с Чехией, поэтому здесь очень много словаков, чехов, австрийцев. Чем ближе к границе, тем меньше австрийцев. Но вокруг меня так получилось, что есть мои соседи со всех сторон, это именно чистокровные австрийцы, поэтому, конечно, мы с ними общаемся. Но такого, чтобы какого-то близкого общения с моими соседями я еще не достиг такого уровня. Как-то вот мы... ну, на уровне привет-привет, конечно, такого каких-то близких отношений мы еще не развились. Ну, это обычная ситуация эмиграции, то есть все равно, что люди говорят и общаются на своем языке, и друзья тоже из своей среды. Очень редко, да, все-таки вливаются эмигранты. Ну, для этого, наверное, идеальная ситуация, когда кто-то из пары, муж или жена именно австрийц, и тогда вот как-то вторая половина хорошо вливается в этот круг. Да, согласен. А когда вся семья приезжает русскоязычная, и тем более по работе тоже нет таких отношений с австрийцами, то оно уже немножко по-другому. Ты уже как бы сейчас имеешь вид на жительство, да, в Австрии? Да, вид на жительство. Сначала дается вид на жительство. У меня сейчас постоянный... ПМЖ у меня сейчас постоянное место жительства. И через год, то есть после 10 лет жизни в Австрии, я уже имею право подавать на австрийское гражданство. То есть теоретически в следующем году я уже могу подавать. Это займет, кстати, еще парочку лет получить австрийское гражданство. Экзамен на немецком языке будет, да? Да, нужно, во-первых, конечно же, предъявить сертификат о знании немецкого на уровне B1, это средний уровень, и сдать экзамен на знание реалии Австрии. Понятно. Истории, культуры. А жена, жена тоже хорошо на немецком языке? Нет, жена немножко хуже меня, говорит. Она как-то так получилось, что она в Австрии не смогла устроиться профессионально, она как-то все время то с одним ребенком, теперь с другим ребенком. А кем она работала? В Украине? Когда мы сюда приехали, мы еще фактически не работали. То есть так получилось, что моя жена даже еще по сути своей никогда в жизни толком и не работала. Нет, ты говоришь профессионально, к чему она была готова? Да, она была готова, чтобы работать психологом, и здесь она тяготеет к тому, чтобы стать воспитателем детского садика. Она очень хочет работать с детьми, с маленькими особо детьми, ходила на курсы, но так, чтобы устроиться. Когда мы жили в Вене, еще неоднократно попытки были, но не получалось, не получалось. Сейчас переехали, конечно же, за Вену. То есть пока она не работает? Да, пока не работает. А ты ездишь на работу, да, получается, каждый день? Да, я езжу на работу, но мне это занимает полчаса времени в день. На машине ездишь или на какой-то... Нет, я предпочитаю ездить на поезде. На поезде просто потому, что езда на поезде дает мне полчаса дополнительного времени в день, когда я могу почитать. Я тоже самое делаю. Конечно, я могу ездить на автомобиле, но... Это правильная позиция, согласенство. Хорошо, давай немножко еще поговорим о твоем ютубе. Как давно ты делаешь канал? Сколько у тебя подписчиков? Канал я создал в начале 2014 года, насколько я помню. Это первый мой канал, потому что я сейчас активно поддерживаю три канала. Но если говорить про канал об Австрии, то... Ну, вот ему уже четвертый год пошел, подписчиков на нем немногим более пяти тысяч. Пять тысяч триста. А что еще за два канала? Да, еще есть два канала. Второй это по изучению немецкого языка для русскоязычных. То есть там мы все вместе изучаем немецкий язык по довольно оригинальной методике. И третий канал именно по программированию я стараюсь поддерживать. Ты сам эту методику выбрал? Нет, ну это та методика, в которую я верю. То есть моя методика, не моя методика, а та, которую я пропагандирую, заключается в том, чтобы не изучать грамматику по книжкам, а изучать язык по живому языку, читая и переводя книги, читая и переводя видео. Точно этим же я и занимаюсь на своем канале. Я не пытаюсь строить из себя какого-то знатока немецкого, какого-то учителя. То есть на этом канале мы все вместе берем какую-то книгу, читаем, разбираем, слушаем аудио, разбираем. Ну, людям вроде нравится. Говорят, что такого еще никогда не видели, по крайней мере. Интересно. Максим, спасибо за видео. У нас сегодня такое коротенькое, но зато очень емкое. Я хочу всех наших зрителей привлечь к ссылочке, которая внизу будет под видео. Там будет канал Максима. Я так понимаю, через один канал можно и на другие, в которые вы можете перейти. И можете все три, либо мы все три выложим, но посмотрим. Значит, можете найти три канала и подписывайтесь, изучайте, кому интересно Австрия, кому интересно программирование, кому интересно немецкий язык. Спасибо, что нас ждал столько. Несколько раз переносили. Сори, у меня просто такой график. Я даже не обедал. Хотя у нас уже полпятого. Сейчас пойду поем. Спасибо. Рад знакомству. Да, буду в Вене и обязательно позвоню. Да. Все, спасибо, Юрий, за ваше время. Всего хорошего. Пока-пока.